Рад приветствовать Георгий, рад приветствовать Руслану. Марк Захарович, мы следим за вашими соцсетями, за вашими видео. Вы же сейчас находитесь в Украине. Нам очень интересно, расскажите, пожалуйста, что вы там делаете, как там дела, и что вообще сейчас происходит. Ну, я заранее планировал поездку, мне выдали долгосрочную визу, и я планировал попасть на большее количество мест, участков фронта. Я в мае был в Часовом Яре, на дороге на Бахмут и в нескольких еще местах на Донбассе, а в этот раз мне удалось проехать с Махтока до Одессы аж. Я побывал и на самой оконечности в Купинске, на линии Купинска-Креминая-Сватова. Вот я в самом Купинске был, прямо на позициях, ну там Оскол, так река, на позиции был. Да, в самом городе. И я дальше был в Запорожье, в Орехове. Орехов была главной точкой, не находившись под оккупацией украинских вооруженных сил, с которой, собственно, началось контрнаступление. Ну и находится там, где она сейчас находится, значит, вооруженные силы Украины. Дальше я побывал в Херсоне, вот, тоже небезынтересно был, в Чернобаеве, кстати, заезжал. Вот, тоже проезжал в Чернобаевку и доехал до Одессы. Ночевал я первую ночь в Харькове, а вторую был в Николаеве. Вот, ну и, как бы, в общем, фронт весь видел. Вот с этой целью я, собственно, и приехал. Единственное место, куда я не попал, но очень хотел, это Авдеевка. Ну, там красная зона, туда вообще, как бы, там одища, кого не возят, всем запрещено, кроме военных. Марий Михайлович, я хочу вас спросить, не могу, вот я сейчас читаю чат, мы там спрашиваем наших зрителей про санкции. Я все, кто о чем, а я все о санкциях с вами поговорить, вас послушать, ваше мнение про всю эту историю. Мы сейчас спрашиваем наших зрителей, верят ли они еще в этот механизм, как какое-то действительно действенное давление на Путина. Вас хочу спросить про санкции, которые до сих пор не введены, которые все ждут, какие-то более болезненные, радикальные. Почти два года уже в этой войне, много надуваний, щечек и тряска кулаком стороны европейских чиновников о том, что вот мы очень поддерживаем Украину и очень хотим с Путиным бороться, но болезненных санкций для Путина действительно раз-два и обчелся. Что происходит? Почему Европа до сих пор, преимущественно Европа, Америка и Великобритания в этом плане гораздо более смело действуют, почему Европа не пришла к каким-то более радикальным действиям хотя бы в санкционной политике? Я хочу сказать, что вот все те санкции, которые до сегодняшнего момента, ну скажем так, за 20 с небольшим месяцем, что для этой войны введены, можно было ввести в первый месяц. Понимаете, не пакетами, вот этот первый, второй, девятый, одиннадцатый, а можно было ввести в первый месяц. И это было бы как бы только первичным действием, первым шагом к какому-то более масштабному продолжению, на мой личный взгляд. Конечно, найдутся отговорки, скажут, ну вы знаете, у нас же коллективные решения, мы же не США, не Великобритания, там просто взяли, приняли решение, ввели, а у нас же 30 стран, у нас вот Венгрия, вы видите, она постоянно торпедирует санкционный процесс, еще что-нибудь. Но на мой личный взгляд, это все отговорки. Вот на мой лично, я никому не навязываю мнение, я даже не упрекаю. Это вот позиция, которую я высказываю. Это отговорки, чтобы не делать. Почему? Потому что, ну с одной стороны, мы видели, что интересы в этих отношениях, в общем, взаимодействия с Москвой, они сохраняются. Да, они локально сохраняются, это не глобальная политика. Но, тем не менее, они есть. Все пытаются извлечь какую-то выгоду из этого положения Москвы, да, и возможности там обхода или там заработка на этих санкциях и так далее. С другой стороны, скантакт, вы понимаете, Москва очень грамотно сексплуатировала тезис о том, что она все нипочем. Вы вводите санкции, она вообще не больна и так далее. Можете еще вводить, ой, даже не жжется. Вот, еще давай, еще давай. И вот как-то такое ощущение, что европейская власть, ну, прежде всего, на уровне Евросоюза и отдельных стран, национальных государств, которые входят в Европейскую власть, она как-то на это повелась. И я вот, честно говоря, слышу тезисы о том, что санкции не принесли искомого результата. А как это оценивается? Вот как кто решил, что они дали этот эффект или нет? Только ли статистика экономических показателей, если речь идет об отраслевых санкциях или о персональных санкциях с точки зрения количества посещений, там, не знаю, гражданами России, стран Европейского Союза и так далее, является критерием. Вот только ли эти показатели могут давать основание такое утверждать, что санкции не оказались действенно в желаемой степени? На мой личный взгляд, это пропагандистский тезис, расхожий такой, который является некой защитной реакцией Москвы для того, чтобы не вводились новые и новые санкции. Я всегда рассуждаю так, что если бы не введены были те санкции, которые, ладно, с грехом пополам были введены, случилось ли бы так, что Москва не захватила Украину за три дня, как она планировала? Может быть, они эти санкции позволили не добиться Москве чего-то, а не наоборот сделать что-то, понимаете? Они сыграли свою роль для сдерживания Москвы, но недостаточно. Вот факт остается недостаточно. Ну и потом, смотрите, ну вот простой лакмус, простой пример. Вот ФБК опубликовал список 5 тысяч, правильно? 5 тысяч, знаменитый список. Их там уже 7 тысяч, Марш Захарович. Их там уже 7 тысяч рож. Ну и сейчас ты отстал, отстал. Ну виноват, виноват. Хотя я считаю, что это 27, но это не важно. ФБК подходит очень теоретично. Оно там кого-то вводит, кого-то там, ладно, так и быть, выводит, но опять же по каким-то основаниям проходимости. Но если бы ввели этот список на 5 тысяч или на 7 тысяч, ну неважно, ну стоило бы говорить сейчас, вести разговор о каких-то отдельных фигурах, вот там с помпой вводят каких-то очередных персоналей и так далее. Ну не было бы такой проблемы. То есть был избран все-таки избирательный механизм введения, например, если мы говорим о персональном, избирательном, а не сплошной, о котором я в ваших эфирах много раз говорил. Сплошной. Сначала всех, а потом кто себя хорошо проявил, его можно и выпить из этого списка. Ой, я не виноват. А получилось так, что вы понимаете, кто-то пересидел, кто-то дурака изобразил. Вот мы в прошлой программе, если вы помните, рассуждали о некоторых фигурах, которых взяли и вынесли из этих списка. Там Березкин этот, Шмерезкин, и вот этот. Он всех европейских евреев возглавляет, я уже забыл. Апатит это который, Апатит этот, вот это. Там 10 фамилий имеет еврейских. Вот. Их выносят, понимаете? А почему их выносят? Почему? На каких основаниях? Они что, не зарабатывали при путинском режиме? Они не коррупционеры такие же, не способствовали вот всему тому, что в России происходит? То есть мы критериев не понимаем, по которым вносят, понимаем, а по которым выносят, вообще не понимаем. А почему вы его выносят? Он говорит, это Березкин, значит, прессой занимается. Какой он прессой занимается? Каким боком он прессой занимается? Вот. И это является проблемой. Критерии исключения, критерии невнесения. По каким критериям вносят, это мы понимаем, а по каким не вносят, мы не понимаем. И вот этот механизм так и не заработал по-настоящему. Что касается отраслевых санкций, ну да, самая сильная была мера, это эмбарго. Но она тоже через пень колода работает, понимаете? Она тоже как-то, в общем, полном смысле эффекта не дала, потому что нужно углублять эти вещи моментально, понимаете? Досверливать, а не убирать сверло. Поэтому и, конечно, половинчатость этих мер, она и ведет к, собственно, таким последствиям, когда люди разочаровываются. Они вот как-то вдохновение теряют. Говорят, ну, действительно, что-то как-то вы там какие-то свои вопросики решаете и так далее. Так что, конечно, на полную катушку механизм санкций не заработал. Это главный вопрос. Марк Сахарович, еще, конечно, очень хочется вас спросить про протесты, которые то тут, то там, где-то в России появляются. Был в Москве небольшой митинг жен мобилизованных, которые требовали вернуть своих мужей домой, вернуть отцов своих детей домой. В Благовещенске была замечена машина с наклейкой вот какой-то женщины, которая тоже требует вернуть домой своего супруга. 19 ноября по всей России намечены митинги жен мобилизованных тоже с требованием вернуть их супругов домой. Скажите, пожалуйста, вы вообще верите в то, что вот эта история с требованием возвращения мобилизованных это для Путина какая-то болевая точка, какой-то вопрос, на который у него нет никакого ответа. Сейчас уже военкоры так называемые выступают и говорят, что никакого возврата людей до окончания так называемой специальной военной операции не будет. Ну, во-первых, я думаю, что это действительно даже и без военкоров ясно, что никого не отпустят и так далее. Они будут без всяких ротаций находиться на хроне, пока не подохнут. Это 100%. Что касается болезней, конечно, болезнь. Но проблема в том, что нет масштаба, понимаете, у этого всего. Отдельная надпись, значит, на заднем стекле машины или пикет, это даже не акция, это какой-то полупикет, они погоды не делают вообще, если честно. То есть массовость в данном случае, вот конкретно в таких вещах, она является обязательным условием, неотъемным условием для того, чтобы это произвело впечатление на того самого адресата, на Путина, так сказать, в холодильнике он или вне его. Но для того, чтобы на него это произвело впечатление, нужно, чтобы у этого было массовое измерение, понимаете. То есть это гораздо более существенно должно быть воздействие через эту массовость. Этого нет, потому что вполне допускаю, ну, страхом люди руководимы, безусловно, и причем таким страхом, потому что ведь это жены тех, кто уже на передовой находятся, а им же запугивают, стращают. Да то он вообще теперь не вернется. Вот вы вышли, встали с плакатом, а его теперь сейчас пошлют вот на штурм в Авдеевке, Террикона, и, значит, вот тебе пришлют только в упаковке яйца его, понимаете. Вот так же ведь разговаривают. Ну, вот это же не я так говорю, я же знаю, как там запугивать. Но парадокс заключается в том, что только массовость таких акций может привести к результату. Массовость. А одиночные вещи, они не пугают. Сама тема, безусловно, болезненна. Сама тема, безусловно, она отслеживаемая в этой критической степени, да. Но если нет массовости, то Путину абсолютно фиолетово до этого всего. Но при этом это же все-таки группа людей, которые не подконтрольны. Это те, кого не назовешь американскими марионетками, как он постоянно на оппозицию говорит. Это женщины, которые, возможно, даже за него голосовали или будут голосовать в дальнейшем, но которая сейчас задает ему вопросы, на которые ему неудобно отвечать. Я в таких ситуациях думаю, что это, может быть, даже не про массовость истории, а в целом, что с ними делать? Подсадишь эшников в чат, окей. Какой-то там пикет их разгонишь. Но разогнать с дубинками не станешь. Это все-таки картинка плохая будет. Простые женщины, которых разгоняют. Что они будут с этим делать? Как тушить такое недовольство? По запугиванию? Да, оперативники пойдут по квартирам, по домам, значит, будут выдергивать на работе, объяснять, разъяснять. Вот то, что я выше сказал, они именно в таких выражениях будут объяснять. Если хочешь, чтобы он в принципе вернулся, а не то, чтобы его проратировали, ты, пожалуйста, веди себя хорошо. На первый раз тебе замечания, а на следующий раз мы уже займемся вами серьезно и муженьком твоим, и тобой самой. И иллюзии эти люди не питают. Они же действительно большей частью ватные. То есть эти люди, они приняли правила игры. Они же и зарплату за своих мужей получали, и много чего такого, значит, сопровождающего эту мобилизацию и участие их мужей в войне получили. Но страх, он выше, страх, он сильнее. И поэтому я считаю, что у этого в таком виде продолжения не будет. То есть об этом написали, это показали. Сейчас мы живем в 21 веке, действительно взяли, надеваясь, вынували, все это увидели. Но для того, чтобы это произвело нужный эффект, для того, чтобы это стало... А ведь там сотни тысяч людей, которые не подлежат ротации, находятся в зоне боевых действий в Украине, нужно, чтобы они все об этом заявили, чтобы все вот таких с разных сторон с пикетами вышли. А мы пока не просмотрим такой ситуации. То есть не видим ее признаков, понимаете. Там проще евреев искать по пропеллерам, нежели, значит, заниматься тем, что вот просто конкретно, не абстрактными какими-то евреями, да, а вот конкретными, значит, мужьями, людьми, россиянами, которые просто-напросто умирают, просто погибают. Вот я был на фронте, я вам конкретно скажу, вот то, что происходит в некоторых местах, но это просто вытрата, так сказать, зря человеческого биоресурса, понимаете. То есть отпускают ради только того, чтобы... Макс Захарович, еще, конечно, хочется спросить на такую веселую тему. Последние дни, раз в несколько дней, твиттер разрывает от каких-то фото-жап и шуток про то, что сын Рамзана Кадырова, Адам Кадыров, получил какую-то очередную награду. Сегодня он получил какую-то высшую награду Кабардино-Болгарии, потому что он, значит, как-то очень содействовал налаживанию межнациональных связей. Какие-то высшие награды Чеченской республики он получал. В общем, много-много всего обвешали. Почему Кадыров сам не видит, что это смешно, что люди просто издеваются над его сыном по всему интернету? Все, кто ему что-то не вручает, все просто смеются над этим. Почему вообще это происходит, по-вашему, сейчас? Ну, вот смотрите, это же напоминает Брежневу. Он, кстати, обожал вот все эти вещи. И чем-то напоминает мемы, помните, про... У них такие кители в Северной Корее, что они залепляют их всякого рода наградами, вплоть до отлацканов пиджаков и до карманов. Вот, приблизительно вот так это выглядит все. Смотрите, это менталитет кавказский. Там эти вещи, они не воспринимаются, как мы. То есть для нас это выглядит прикольно, да, и... предметом шуток издевательства. А там к этому относятся гораздо серьезнее. Они считают, что чем больше ты увешан регалиями, тем ты значимее, понимаете? Даже если эти регалии абсолютно ничего за собой не имеют. Именно поэтому Кадыров является и генералом, и академиком, и так далее. Это кавказский менталитет. Это не значит, что он всеми вот так разделяется. И там есть люди, я знавал, чеченцев, очень интеллигентных людей, преподавателей Грозенского университета, которые и сами над этими вещами прикалывались, да, так сказать. Для этого нужно обладать интеллектом в должной степени. А это всегда признак самоиронии в том числе, сопровождающий его самоиронии. Потому что, ну, а за что можно за 16-летнего подростка награждать? За какую дружбу народу? Вы что, смеете, что ли? За то, что, значит, сам Кадыров выложил снимки, ну, кадры, где он избивает подследственного? Ну, понимаете как? На них это не действует, это мимо них идет. Вот это наша ирония такая, наша издевка, она их не задевает, понимаете? Вот вы говорите, Кадырова это не жмет, не трет, но у нее нет же чувства юмора. Вот кто скажет, что у Кадырова есть чувство юмора? Вы знаете, он там стихи обо мне читал. Вот кому интересно, в интернете вы послушайте его стихи. Он об оппозиционерах и так далее. Это, знаете, как у незнайте от меня вам балалайка. Поэтому нет у него вот этого ощущения. Он не рефлексирует, в отличие от нас. Понимаете? И поэтому это продолжится. Она же уже идет какое-то время, эта кампания. Той вот Адарстан награждал. Причем, заметьте, в основном и мусульманские республики. Как раньше, до революции говорили, что нет. Ну, как-то на своей волне, понимаете? Что ты уж организуйте мне, пожалуйста, выпишите что-нибудь. Ну, сын приятно будет. Кто-то видит за этим процессом, типа, готовит наследника. То есть мало ли чего, и вроде как вот Адам будет наследником отца. Ну, он может это и без регалий сделать, да? Ну, с этим не обязательно его награждать для того, чтобы сделать наследником. Но это такой атрибут, который в сознании кавказского, вот в менталитете их, является неким дополнительным, опциональным, неотъемлемым инструментом создания, значит, репутации такого человека. Поэтому они это воспринимают абсолютно серьезно. Он, по-моему, сегодня наградил всю свою семью. В Чечне наградили. Вообще всю семью Кадырова в чем-то наградили. Я вот мельком увидел. Ну, то есть, понимаете? Не знаю, да. Там какую-то семью он свою взял и наградил сегодня. Сеченскими какими-то наградили. Ну, ну и как это все? Ну, ну, что это значит? Ну, то есть, они серьезно воспринимают. Это мы над этим предполагаем. Мария Захарович, тогда мы не будем вас мучить. Последний вопрос я вам задам. Про фигуру Дмитрия Медведева уже все стали забывать. Но по медийности, по цитируемости, это все еще одно из главных физиономий этой войны. Много про него пишут, много просмотров собирают его, посты. Вот он сегодня объявился в военной форме. И с затекшим лицом. Вот свежая фотография несвежего Дмитрия Медведева. Мы с вами много про него говорили в начале войны. И описывали вы, в частности, как то, что он делает, это из трусости, чтобы показать, как он очень лоялен. И все. Сейчас мы понимаем, почему он продолжает. Это уже какие-то рефлекторные. Он не может остановиться, выдавая какие-то античеловеческие посты. Или ему отведена роль такая по договоренности с Путиным. Почему он не может остановиться, и риторика его все более и более античеловеческая? Ну, смотрите, там совпало несколько вещей. Он сам крэйзи, однозначно. Потому что я много стал, кстати, в период его президентства. Я говорил, что вот эта свобода лучше не свобода. Я говорю, в это верить ни во что нельзя. Несмотря на то, что я, как и все, конечно, мечтал, что Путин не вернется. А там, глядишь, мы и с этим мудаком справимся. Но было такое, честно скажу. Ну, хотелось верить как-то, знаете, тоже как все. Думаю, ну ладно, может, партия второго срока что-то как-то они там выкружат. А мы лучше с ними справимся. Но не получилось. Но верить в то, что Дмитрий Медведев действительно какой-то там был либерал, какая-то перезагрузка и так далее, вот этого у меня никогда не было. Инструментально его использовать. Это да. А сейчас, я думаю, что ему что-то внушили такое, сказали, у тебя есть шанс вернуться, камбэк сделать. Да, вот сам Путин его похлопал, как пощупил. Да ты форму, говорит, одевай, одевай. Они так в кулак смеются над ним. Они однозначно, я просто знаю, над ним прикалываются. Дима опять, значит, переоделся. Он, кстати, вы помните, 1 мая однажды он, будучи еще президентом, в последние сроки, он, по-моему, 1 мая это было как раз 11-го года, боюсь соврать, он в белом плаще ходил на демонстрацию. Вот кто-то, ну, наверное, Георгий помнит. В белом плаще пришел, и у него поедут женские очки. Да, легендарные фотографии, конечно. Да, легендарные. То есть для него военную форму одеть, это в принципе так же, как в белом плаще пройти, понимаете? То есть для него это однопорядковое явление, поэтому он может и камуфляж одеть и так далее. Но я думаю, что точно абсолютно в аппарате власти к нему отношение предельно пренебрежительное. Как к чистому, так сказать, больному, человеку, спившемуся и так далее. Это точно абсолютно. Ну, раньше вокруг него были люди, которые как-то, видимо, контролировали и сдерживали его. Там, например, у него же пресс-секретарша была Тимакова. Тимакова. Да. Про нее давно не слышно, может быть, тоже. Надо посмотреть. Она, по-моему, не под санкциями. Нет, она с Бутбергом, насколько я понимаю, они вообще не в России. Я так подозреваю, что они где-то в Европе, в Европе где-то шкерятся. Я думаю, скорее всего так. Вид на жительство в Латвии был у них еще не так давно. Надо посмотреть информацию, как сейчас. Да, и там флаг. У них у дома висит огромный флаг, но отнюдь не российский. Там ведь история с Тимаковой означает в том, что она до сих пор не под санкциями. А мы перед эфиром с Жорой смотрели как раз просто так, совершенно случайно. Она же в Сколково до сих пор. Да, да, до сих пор. Но она в вебе с Шуваловым работала. Игорь Ивановичем. Да, 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 сейчас в Сколково. И не под санкциями, не потопляемые просто. Надо про них будет что-нибудь сделать. Это вот то, что мы вначале первому вашему вопросу относимся. Вот если бы сразу их всех под санкциями завели, всех, пять тысяч, сто тысяч, сейчас бы можно было, они бы конючили, ходили. Вот у них был бы предмет, чем заниматься, понимаете, оправдываться, там, что-то делать, понимаете, заявления какие-то делать. А когда, как бы, вы понимаете, вот у нас типа индивидуальный подход, и вот мы набрали материал в Европе для того, чтобы завести их под санкции. Видите, они могут в Латвии жить, поднимать там флаги или что они там, какие, ЛГБТ-флаги и так далее. Вот это дало им люфт, невероятный люфт для маневра, понимаете. Вот чем плохи половинчатые меры, вот я о чем. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и Путиным. Продолжение следует...